В экскурсии по отделению нас сопровождает его заведующий врач первой категории, работающий в кардиологии более 15 лет Максим Попрыга. В 2014 году в кардиологическом отделении был закончен капитальный ремонт. Теперь здесь светлые просторные палаты, которые оснащены консолями для подачи кислорода и кнопками экстренного вызова медперсонала, современное оборудование и даже бесплатная сеть Wi-Fi. В нашем отделении укомплентованы на 100% врачебным составом. Это врачи-кардиологи, есть в штате кандидаты наук врачи высшей категории. Помимо этого есть молодые, но достаточно грамотные доктора, которые осуществляют работу в нашем отделении. Пенсионерка Нина Дворникова живет в видном в кардиологическом отделении, она уже во второй раз. Увидев съемочную группу прямо во время планового обхода, Нина Семеновна не скупится на добрые слова в адрес докторов. Как вы себя сейчас чувствуете? Рука немножко побаливает? Ну немножечко побаливает рука, потому что здесь чувствовался оперативный доступ через эту артерию, и она немножко побаливает. В коллектив золото, скажу вам, ребята. Можете так и писать. Комфортно тут лежать? Все внимательно, кому конечно комфортно. Чисто. Все очень степриимные. Спасибо всем. Для диагностики заболеваний и оказания помощи больным в отделении есть собственный кабинет функциональной диагностики, оборудованный аппаратом для ультразвукового исследования, приборами для суточного мониторинга артериального давления и ритмов сердца, переносной аппарат ЭКГ. Наш сосудистый центр работает в пятом территориальном медицинском округе и обслуживает население Гомодедовского естественного района, Ленинского района, Ступино, Кашира, Серебряные пруды, Озеры, плюс различные территории Московской области. Несмотря на столь обширную географию, отделение справляется с количеством пациентов. Благодаря современным методам лечения в среднем пациенты проводят в стационаре 7-8 дней. Есть в отделении собственная хирургия. В ходе операции врачи пристально наблюдают за монитором, ведь процесс проходит без вскрытия грудной клетки. В данный момент как раз мы видим операцию на сердце, малоинвазивную операцию на сердце. В первую очередь выполняется коронаврография, это исследование сосудов сердца, чтобы определить в каком месте и где, и какая проблема. И вторым этапом выполняется ангиопластика, то есть расширение этого сосуда и стентирование этого сосуда, то есть постановка металлического центра, каркаса в этот сосуд, чтобы восстановить диаметр этого сосуда, восстановить кровоток и обеспечить адекватный кровоток к сердечной мышце. Некоторым пациентам после исследования показано более радикальное хирургическое вмешательство. Например, теперь уже широко известное аортокоронарное шунтирование. Таким больным дают направление для лечения в федеральные центры. В конце импровизированной экскурсии заведующий кардиологическим отделением регионального сосудистого центра поделился главной проблемой, которая волнует врачей. Это поздняя обращаемость пациентов. К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с тем, что молодые мужчины, женщины, не обращая внимания на то, что с ними происходит, на те ощущения, которые они чувствуют, обращаются уже в те сроки, когда мы, к сожалению, помочь не можем. Лучше, как говорится, приехать и этого не окажется, чем не приехать и это окажется. Кардиологическое отделение регионального сосудистого центра, которое работает на базе Домодедовской центральной городской больницы, располагается всего в 20 минутах езды от Видного. А значит, жители района могут быть уверены, что всегда получат быструю и своевременную помощь. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Видное ТВ.